Итак, бортовой журнал моего 21.01 У меня недавно появился некий сбой, который перерос в то, что один цилиндр перестал работать Так, а ну заводи Ну я не знаю, как это слышно будет Сейчас я покажу Сейчас я тут газ у меня А ну знаешь что? На глушитель погазуй, чтобы на глушителе будет слышно Чуть-чуть погруз Не-не-не-не-не Постоянно дай, типа как 2000 О, слышно такое Не работает, а не цилиндр Или работает плохо Так, все, глуши После некоторых манипуляций Я замерил компрессию Давай еще раз покажем Ну, 15,5 Стоп Ну, 15,5 здесь было Так, грубо Давай Стоп Ну, сейчас тут 9 набило Ну, видимо, он хорошо прогрет И до этого было 8 Так, давай Стоп Ну, до 16 Доходит Так, давай Стоп Ну, тоже примерно 16 Короче говоря, в общем-то На втором цилиндре Есть у меня предположение Подозрение на то, что там Либо прогорел, либо треснул Либо, короче говоря, потерял герметичность Клапан Потому что при заливке масла Ну, сейчас я туда заливать масло не буду Я хочу просто посмотреть в каком он состоянии Я до этого заливал Компрессия вырастала с 8 До 9,5 Но он был более холодный, чем сейчас Хочу обратить внимание на следующее После демонтажа головки Нагар на поршнях Вот, например, на первом цилиндре Так, нагар имеет коричневый оттенок С элементами потемнения То же самое на третьем цилиндре Хотя чуть-чуть хуже И на четвертом цилиндре то же самое На втором же цилиндре поршень имеет более темный нагар Что свидетельствует о не совсем хороших То есть, ухудшенных условиях работы То есть, ухудшенные условия горения смеси Что и способствовало отложению более темного нагара Но вообще вот этот нагар Если так вот по большому счету Дозия считается, в принципе, на 95% идеальным С новым коллектором Условия работы, конечно, стали чуть получше Вот здесь вот видно, что нагар в каналах В отличие от предыдущего раза Он уже, в принципе, не отличается Я сейчас его так поверну Ну вот он Такой более-менее темный Здесь единственное, что где он отличается Это на втором цилиндре Который работал хуже Ну, тут, конечно, исключительно Мой промах, скажем так Потому что хочу заметить следующее Клапана Сначала на выпуск Один клапан Здесь два других клапана Которые имеют Какое-то клеймо И здесь Третий клапан совершенно другой То есть, с какой-то проточкой Вот Так как я себе Собирал двигатель Ну, то есть Если я, конечно, кому-то делаю То вот такую вот головку сдавать Я ну никак не могу То есть, клапана же разная Вот Но, в принципе, по сути Оно ни на что не влияет Там с клеймом, с проточкой Разница здесь будет небольшая Но, по всей видимости Какие-то из этих клапанов В частности, на втором цилиндре Оказались Кстати, вот впуск тоже Здесь вот Есть проточка Здесь нет В общем, какие-то из этих клапанов Оказались Некачественные И Прогорели Сейчас мы их прольем Итак, начнем С самых проблематичных Точнее, это второй цилиндр Для проливки Я использую Сольвент Свой любимый Можно проливать и бензином И соляркой И керосином И каким-нибудь другим растворителем Но Ну, сольвент просто у меня Под рукой был Вот мы здесь налили Все это дело Смотрим Теперь сюда Здесь он у меня ранее был Ну, какое-то масло У меня здесь Принт-монтажа попало Вот здесь Ну, что ж Признаться честно Я порядком удивлен Потому что клапана Герметичность Не потеряли Как впуск Так и выпуск Честно говоря Я ожидал Что они хотя бы Будут потеть Ну, а здесь Вот оно Просто Было здесь У нас Запотяну До этого Попало масло Не текут клапана Что ж Я все-таки Разобрал Цилиндр Второй Ну, точнее Клапана я разобрал Потому что Все-таки Хочется Докопаться До истины И вот Что я хочу Показать Клапана здесь Действительно В хорошем Состоянии Хоть оно и Крутилось Там 7000 Ну, оно Проехало Правда Не сильно Много Но, все же То есть Направляющие Здесь Хочу заметить Стоят Восьмерочные Это та головка Что на Ибудулаеве У меня была Так То есть Укороченные И ресурс Ограничен Плюс подъем Ну, вот он Фаска Контакта След На седле В общем-то Все фасочки Здесь есть Клапан До этого Не отек Пуск Выпуск Отличный Также Вот они Наши клапана Вот они Находятся В первозданном Состоянии Как я их Вытащил Хочу заметить Что сальник Справлялся Полностью Со своей Работой Клапан Не имеет Нароста Огромного То есть Буквально Вот какая-то Пленочка Корочка То есть То, что На любых Клапанах Вот он Так Дальше Фаска Фаска Вот она Вот Я ее уже Замерил Здесь Просто Показывать Немножко Будет сложно Она здесь До двух Миллиметров Ну Так как Учитывая Нагар Она где-то 1.8 1.9 То есть Она Находится В своем Рабочем Нормальном Состоянии То же самое Касается Выпуска Вот она Фаска Поэтому Я уже Рассказывал Ну я объяснял Теоретически А вот Практическое Подтверждение То есть Ну это Я уже Не раз Такое Дело Встречал Что Фаску При призвеске Седла Нужно Делать Где-то 1.2 1.3 В процессе Работы Она Раскрепается До нужной Величины Буквально Сразу же И в таком Состоянии Она прослужит Очень долго Что касается Люфтов Хочу заметить Следующее Ну я Не мерил Точно Какой Здесь Зазор Зазор Здесь Не сильно Ушел Единственное Что Здесь Будет Люфт Повышенный Именно Визуально Не такого Что Высокий Из-за того Что Направляющая Сама Короче И поэтому Визуально Будет казаться Что клапан У вас Болтается Наверное Это На Впуске Будет Видно Лучше Всего Сейчас Я Вот Ну Вот То есть Визуально Кажется Что клапан Болтается Довольно Сильно Ну 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 На На Самом Деле Зазор Там В пределах Допустимого Оболтается Он Имеет Такой Большой Ход Потому Что Направляющая Короткая И Очень Получается Большая Здесь Консоль Сейчас Мы Так Очень Приоткроем Чтобы Было Видно Лучше Ну Здесь Вот Я думаю Здесь Видно Отлично То есть Большая Но На удивление Я честно говоря Думал Что Все таки Это клапан Либо треснул Либо Прогорел Но Головка Здесь В состоянии Хорошем То же самое Касается Пружин клапанов То есть Никто Не лопнул Роспуск Не потерялся Вернее То есть Не распуск Не потерялся А высота Я извиняюсь То есть Высота Они не распустились Кстати Сказать К слову Последний раз Когда я Собирал Головку Я сюда Поставил Сальники Клапанов Сейчас Если Будет Возможность Я покажу А на возможности Это наверное И не будет Короче Поставил я Сальники Клапанов L-Ring Здесь У нас Или L-Ring Извиняюсь Если Ударение Ставлю Не в том месте Ну в общем Сальники Клапанов Здесь L-Ring Стоят у нас Ну конечно Пару тысяч Что они проехали Это Совершенно Не есть Показатель Ну качество Скажем так Или выносливости Но Должен Дать должное Ну надо Дать должное Этим Сальникам Они В моих глазах Заслужили Уважение Потому что Были случаи При установке Других Сальников Клапанов Даже С нормальными Зазорами В направляющих Они Не держали Абсолютно Даже Несколько Тысяч Ну Чтоб Долго Не ходить Вокруг До около Сразу Покажу Что Оказывается Ларчик Открывался Просто Вот он Боршень И Можно На нем Заметить Некое Отсутствие Перегородок Причем Вот Кольца Не закусило Не все Ходят При этом Должен Отметить С достоинством Что Наборные Кольца Справлялись Со своей Работой Отлично То есть Расхода Масла Не было Компрессия Была Низкая Работал Он Плохо Но Не Дымил При этом Детальки Сейчас Я так Соберу В руку Вот Они Короче Так То есть Это Две Перегородки Большие Вот Здесь Есть Два Кусочка Колец Кольца Вот Этот Раз Кусочек Прилипает Даже К шилу И Вот Второй Маленький Кусочек Это Второе Компрессионное Так Ну Я сюда Сброшу И Вот Такие Маленькие Кусочки Перегородки Вот Они Так Теперь Что я хотел Обратить внимание Все это дело Дело в том Что у меня То есть Не сразу Он совсем Стал плохо Работать То есть Какое-то время Начались Перебои Как раз После того Как я коллектор Установил Поездил Какое-то Время То есть Начались Перебои Где-то С перебоями С этими Просто Времени Не было Залезть Где-то Недели Три Наверное Ездил Может Даже Около Месяца Теперь Хочу Показать Следую То есть Я Кольца Еще Не снимал Вот Мы Сейчас Снимем Вот Оно Первое Компрессионное Кольцо И Проверка На Вшивость А Кольцо Нормальное То есть Оно Неспаленное Перегородки Выломало Но Кольцо Вот оно На место Возвращается Кольцо Не стало Ватным То есть Упругости Кольцо Своей Не потеряло Это Еще раз Говорит В пользу Того Что Кольца СМ Они выдерживают Хорошие Нагрузки Так Вот Но Дело Здесь Немножко Не в этом Сейчас Специально Сниму Второе Кольцо Но Кстати Кусочек Этого Кольца Здесь Был Обломан Можно И не Сохранять Это Кольцо Выломаю Так И Наборные Наши Надо Заметить Их Неуходимость Так Отлично Вот у нас Поршень Свободен Теперь Значит Здесь у нас В обломках Я показывал Мелкие Детальки Значит Ну так Наверное Будет лучше Видно Просто чтобы Можно было Показать Итак У нас есть Мелкие Кусочки Начнем мы С мелких Кусочков Сначала Рассмотрим Характер Повреждения Вот с этой Вот стороны Сейчас Мы так Поприближаем Видно Что Скол Видно Так Вот С одной Стороны Вот с этой Вот части Так Видно Что он Здесь Более Расклепанный Дальше Скол Идет То есть Он Более Такой Ну Похожий На скол Сначала Я так Понимаю У меня Обломалось Вот здесь Два кусочка Выломало И так Я ездил Где-то Недели Три Наверное Пока Не обломилось Все остальное То есть Сначала Началось Все С малого Так Ну Теперь Хочу Обратить Ваше Внимание На Одну Такую Очень Интересную Особенность На сколе Я хочу Чтобы Вы Внимательно Посмотрели На скол Обратили Внимание Вот на Эти Вот Две Черных Вот на Эти Вот Два Черных Пятнышка Если Здесь Хорошо Присмотреться Вот Я не знаю Вот так Вот Наверное Будет Даже Лучше Видно Ну И Вот Здесь Вот Например Такая Черная Как Полоса Так Теперь Возьмем Кусочки И Рассмотрим Более детально Кусочки Вот Это Более Тонкое Это Нижнее Нижний Кусочек Вот Это Верхний Кусочек Так Смотрим На него Где-то И тут Вот Сейчас Мы Ну Вот Они В общем Вот эти Вот Черные Вещи Два Две Как Пузырьки В общем Я так Предполагаю Что Все Это Дело Выломалось И Вот Сейчас Мы Приблизим Секунду Сейчас Мы Положим Вот Здесь Вот Видно Точечка На конце Такая Как Полоска Черная Я сейчас Приближу Его Вот То есть Это Видно Явно Это Не Скол Это Просто Такое Литье То есть Все Это Я говорю К тому Что Все Четыре Остальных Три Поршня Повреждений Таких Не Имеют Все Работало В Одинаковых Условиях И Вот Это У меня Был Второй Цилиндр То есть Я так Понимаю После Установки Коллектора Нормального Нагрузка Возросла На двигатель И Как В этой Пословице Там Где Тонко Там Рвется Поэтому Вот Из-за Этих Пор Вот Здесь Часть Она Расклепанная Вот Это Вот Я Уже Здесь Ну Никак Не Смогу Посмотреть Были Там Поры Не Было То есть Ну Оно Расклепало Его Вот Вот Эта Часть Ну И Как В Этой Пословице Там Детонко Там Рвется То Есть Вот Кстати Еще Здесь На Поршне Вот Они Есть Небольшие Повреждения Жирового Пояса Вот Оно Повреждение Это Начальная Стадия Прогара Но Я так понимаю Все это Дело Могло Образоваться Уже И После Того Как Обломало Перегородки Потому Что Кольца Они Не Ватные Как Я уже Показывал Но Тем не менее Естественно Перегородки Выломало Кусок Кольца Нижнего Обломало И Передача Естественно Стала Хуже То есть Вот К сожалению Подвел Здесь Поршень Напоследок Хочу Сказать Следующее На Свой Автомобиль Я вернул Двигатель 1.45 Который у меня Стоял до этого То есть Я его тогда Снимал Я его не Разбирал Ничего С ним Не делал Но Правда Уже С Ниловским Распредвалом Поршень 44 У меня уже нет А 94 Туда Не становится Так как Там степень сжатия Большая И Проточки В поршнях Цыковки Не настолько Глубоки То есть Он даже Может В перекрытии Его задеть Но пока С Ниловским Валом Из всей Ситуации Ну Ситуация Конечно Не очень хорошая Разводился У меня Поршень Но Нужно Отметить Положительную Сторону То что Я Делал Куда Я вмешивался То есть Какие узлы Я тщательно Видоизменил Все это дело Ходило нормально То есть Пружины клапанов Т-образные клапана Головка Ничего нигде Не прогорело Прокладку Уже не выдавливало Там металлопакет стоял Потому что На 1.45 Прокладку У меня один раз Выдавило Об этом есть видео То есть Просто ее По краям Первого и четвертого Цилиндров От большой степени сжатия Просто ее Раздавило То есть Двигатель Вот этот Выдерживал Самые разные Нагрузки Нужно Отдать должное Нагрузки Он выдержал Нормально Достойно И клапана Никуда не Попрограли Единственное Конечно Подвел Поршень Но Качество поршни И опять же Возвращаясь к кольцам То есть Даже кольца СМ Себя отлично Зарекомендовали То есть Еще раз Доказывая То что Они могут Держать нагрузки Но К сожалению То что я показывал Что здесь Есть Были какие-то Небольшие поры Вот Качество К сожалению Поршни То есть Ну как я Проконтролирую Ну никак нельзя Проконтролировать То есть Как поведет Не поведет Конечно Кованые поршни Несмотря на все Их недостатки Вот таких вот Дефектов не имеют И такого с ним С кованым поршнем Никогда не произойдет Просто так Вот чисто из-за Качества лития Хочу еще раз Отметить Что Рассыпался только Второй поршень Но если бы Четвертый Рассыпался поршень Можно было бы Сказать Что например Четвертый Он находится Ну в самом конце Самый термонагруженный То есть пока там его Жидкость охлаждающая Проциркулирует Охладит То есть он Развалился бы Но он развалился Второй поршень То есть Именно качество К сожалению Поршня подвело Все это дело Я как раз Показываю к тому Что я просто делюсь опытом То есть я Это конечно Ситуация не очень хорошая Мне пришлось двигатель Другой ставить Но То есть пока Что-то я с ним сделаю Но Тем не менее Вот что есть То есть То я и показываю Кто-то посмотрит И примет Во внимание То есть если будет стоять Выбор о Поршнях То есть если на какой-то Очень нагруженный мотор Ну конечно желательно Что-то уже получше ставить Вот Кстати хочу еще раз заметить То есть вот то что я Видоизменял Включая маховик Все это дело работало И работает Отлично Еще раз напомню Что маховик Чтобы он не развалился Венец Надо приваривать сюда Иначе он Слетит Потому что вот на такой маховик Венец напрессовывается Просто молотком Без разогревания То есть естественно Он отсюда воследит И маховик Развалится Поэтому нужно приварить То есть все что я Делал То есть все это дело Ходило Входит И выдержало все нагрузки Но поршень К сожалению Оказался Самым-самым Слабым местом Так что Вот такие вот Вещи То есть там где Тонко там и рвется Если бы этот поршень Стоял Ну поставить его На двигатель Обычный серийный То есть без проточек Без ничего И без высокой степени Сжатия То есть без Каких-то широких Волок То есть на обычный Серийный двигатель И ездить на нем В обычном эконом режиме То в принципе Этот поршень Он бы наверное И 1300 прошел бы И ничего с ним Не случилось бы Но Вот такие вот Дефекты На повышенных нагрузках Дают о себе знать К сожалению На этом все Благодарю за внимание